Ну что, приветствую вас вновь в моём мире тёмных душ, где за каждую ошибку и вашу смерть вы платите собственной душой и душами всех тех, кого вы убили и получили от тех славу и силу в виде душ всех. Ну что, в краткость о предыдущем видео, непосредственно я показал как можно пассивным способом ликвидировать демонов Гарпии, убив их, сбросив со ступенек, я поднялся выше, приобрёл ряд различных предметов, спустившись вниз с этой башни, так называемой. Я уже встретил такую орду нежити с копьями мутированную, которые защищали себя в кругу, словно спартанцы. Но они не выстояли с помощью тактики мастера. Происпользовал я баф под усилением Красного Кольца и Большой Меч Дракона усиленными атаками я раз за раз их убивал. И их ряды пустели. Значит, всех я в принципе убил, после чего открыл ворота, я ликвидировал всю нежить с факелом и остальную. Ко мне вторгся крашеный фантом Король Иремея, поговорив о нём я ликвидировал его с лёгкостью, поставил ему бэк, когда он вторгался. После чего, собрав ряд предметов, я отправился уже в подвал этой локации. Там встретились мне колёса. Я показал одну из тактик, как можно с ними с лёгкостью расправиться. Использовал некое вооружение, такое как щит Арториуса и копьё демонов. Там же я активировал механизм, который позволяет выбраться из этой локации. И также забрался в лабиринт, где я нашёл некий ключ от перестройки, который открывает вторую часть локации. Там же мне повстречались колёса, которыми я тоже разобрался. И получил некий трофей в скрытой месте, в тайнике этого лабиринта, пиромантию. Убив колёса, я выбрался из этого колодца. Отправился я в пристройку, там тоже расправился с некими тварями, заражённой нежитью. И показал, каким способом можно разобраться со всеми ними. Убив гарпию, я заполучил уголь тьмы, а после чего уже и нехитной тактикой, мастерской, расправился с драконом нежити. Значит, под бафами и вот этой замечательной секирой блокнайта. И также показал некий секрет, как можно выбраться из этой локации, используя дубину тайны. Ну или, в принципе, любую другую дубину. Но, сворода, это такая, как бы, пасхалка, что ли, ключ-загадка, это дубина, я о ней уже повидал. Что, в принципе, дальше? Дальше нам нужно уже пройти вот по этому мосту. Да. Там также будут различные засады из этой нежити. Вот. Ну, я покажу, как можно её ликвидировать и под бафами убить. Пока что у меня есть кольцо. Значит, там, как я говорю, есть душоночка. Но если я спрыгну на таком уровне здоровья, то я, естественно, сдохну. Потому что, мне, рано или поздно нужно будет вон туда, где-то трупак, спрыгивать. Иначе, если вы спрыгнете вниз, то вы, естественно, лишитесь большинства части здоровья. Или даже вообще сдохнете. Значит, тут я снаряжение поставлю другое немножечко. Поставим, значит, здесь. Копьё демонов. Достаточно неплохое. А тут мы поставим составной лук. У него достаточно большой урон и ещё огнём дамажит. А тут я возьму, наверное, самый обыкновенный щит. Гровавый щит, вот. Который мы добыли. И он, видите, даёт такие же бонусы к параметрам, как и Алибарда. Тоже уникальное оружие этот щит. Вот, можно о нём даже почитать. Эффекты. Бонус Дек Силе неплохо. Требует параметры 10 всего. Прочности 240, весит 3. Ну, защита от огня 70. Отличный щит. От молнии 50. Ну, от магии 30. Стандартные щиты отличные с эффектами. Кровавый щит, упоминающийся в потерянных легендах. Кровавый багрянец усилен лёгкими чарами и защищает от различного урона. Короче, этому щиту, да, тоже он своего рода уникальный. Нельзя пробить или набить бледенок кровотечения. То есть, вообще, самый офигенный щит, особенно в PvP, многие используют. Мне он тоже очень нравится. И по весу, и по дизайну, и по качеству. По своим характеристикам, это вообще просто топовый щит. Такой же, чем-то напоминает бандитский щит. Да, если бандитский не пробивается ядом, то тот не пробивается бледенком, а для кровотечения. После чего, в принципе, да, что могу вам сказать. Тут поставить можно ещё посох. Вот, после коварича. Вот, пока кувыркаемся очень быстро, я спущусь вниз. Пока у меня есть бафы, я разберусь со всякими тварями. И потом уже вернусь за душонками. Вроде бы там немного душ, но всё же у меня всё равно, так скажем, мягко говоря, нехватка душонок, чтобы качнуть уровень. Мне нужно больше ещё душ, насколько это возможно. Вон, вот этот путь. Видите, там нежить стоит. Ну, отсюда как бы плохо видно, но всё же так. Сейчас я сделаю тут кое-что. Здесь я немного поменяю арсенал, поставлю шляпу Фарис. Широкая шляпа, любимый головной убор у учницы Фарис. Фарис был профессиональной учницей. Ей удалось встать в один ряд с кохом соколиных глаз. Одним из четырёх рыцарей повелителя Гвейна. Хоть она была человеком, её шляпу обожали дети. Не знаю, к чему это всё тут говорится, но факт, если всё фактом, а то шляпу выравнивают полёт вашей стрелы. Но не более того. Также поставлю кольцо с ястрем, увеличивая дальность стрельбы из лука. То есть, очень хорошо для лука, например, Драконобойца, лука Гохоса Гариного Глаза. То есть, чтобы стрелы летели дальше. Так как стрелы этих луков, они достаточно тяжёлые. Что касается самого лука, этот лук достаточно коревой, хоть и очень быстрый. Лучше использовать какого-нибудь другого лука и прокачивать его тоже на огонь. Например, чёрный лук. Дальше, когда мы заходим в эту арку и проходим до середины, мы начинаем атаковать. Иначе, если мы пройдём дальше середины, до следующей арки, то ученик начнёт нас стрелять. То есть, отсюда можно и в бошку попасть. Но у меня травма, я получил. На одну руку, но мне очень тяжело целиться. То есть, я почти мышкой еле шевелю, то есть, управляю одной левой, можно так сказать. А так я могу отсюда в бошку попасть. После чего, да, здесь у нас идёт очередная западня. Если мы пройдём чуть дальше, мы увидим отсюда нежить. Её можно с помощью копья, даже так вот с выпадом убить. Но я, в принципе, парирую, так что мне всё равно. То есть, а так, да, вы как бы стоите под определённым углом, предположим, вот здесь. И выпадом вот так вот убиваете. Сквозь, да, ну вот видите, что копьё проходит. Дальше, чисто западня. Вот когда мы доходим до следующей арки или колонны. К нам, скажем так, залазит нежить. Её можно заметить, если вы вот встаньте вот сюда, видите, она висит. Дальше, если мы пробегим, нам там встретится рыцарь Береника, который сейчас стоит там. Его, в принципе, можно попытаться там с лука сфигануть, но... Там урон у лука драконобоца на этом расстоянии будет очень мало. Он спрыгнет и всё равно прибегит, вас ещё завалит. То есть, каким образом? Так вот... Какие неполадки сейчас вам устраню их. Значит, дальше мы видим, видите, эти руки, проклятые их нежити. Вот, медленно подходим здесь к краю. Вот, видите, они там висят, твари подвые. Вот, отлетают, видите, они у меня. Блин, у меня ещё рука дрыгается. Какие-то спазмы идут просто. Видите, этот залазит. Так. Рыцарь Береника, да, уже, как вы заметите, спрыгнул. Ну, видели, что он сначала сверху стоял. Что я сделаю? Думаю, я сейчас... Я его сагрю сюда поближе, потому что там сражаться с ним, ну, невыгодная позиция. С ним вообще сложно там сражаться. У него меч. Он широкими атаками вечно атакует. Вот, когда у него меньше одной третьей жизни, он ещё восстанавливается с помощью банок Эстуса. Лексуса, как я его называю. Мне так интересно. Здесь яростный мечик Квилок я тут возьму. И лук Драконобойца. Также здесь, наверное, щит Арториса. А тут маску ребёнка. Чтоб было больше выносливости. Кольцо Хавуа, чтобы... Можно было кувыркаться получше. Какой план? Всё достаточно, ребят, просто. Значит, стрелу надо установить. Чуть про них не забыл. Я, значит, стреляю в него. Он огреется на меня. Я стреляю в звуковую приманку. Он разворачивается. Со спины я его убиваю. Либо можно та же, сука, Драконобойца, подвалить его. Но лук не качаный. И это, в принципе, не хватит урона, чтобы его забить, сука. Придётся, может, к полотну подойти. Так. Лети, стрела, лети. Большой обломок титанита. Ну, вот, ну, видите, да, если тут как бы ходить, то... Скажем так. Блин, я уже поправочек, ребят, смотрю, да, что и как. Всё, ходила сюда, да, давайте посмотреть, что там было дальше-то. Есть некая легенда, что раньше, когда вы заходите не с этим боссом сражаться, здесь был бы другой, типа нит или ещё какого-то, чтобы там пол именно провалился, упадали вниз и попадали уже к какому-то другому боссу. Есть такая некая легенда. В принципе, понятно, что босс здесь будет именно нейтральный, и мы можем попытаться отрубить хвост. Ну, для этого нужен другой щит, ребят. А, щит... Кровяной вот этот вот. Так, чё-то я хотел, но забыл. Так, дайте мне минутку. Это единственный босс, да, с которым вы можете вести какие-то диалоги. Вот, очень красивый вообще босс. Такой прям няшной внешности. Вот, с лицом из какого-нибудь аниме. Вот, значит. Ну, милый очень достаточно босс, хотя его уж не оружие, боялись даже сами бога в Анаонды. Поистине она достаточно сильна и прекрасна. Считается, что в легенде Дарк Соуса это дочь нагого сита. Вот. В принципе, ёшные атаки, главное-то косой. Вносят страшно большой эффект кровотечения, заполняют мгновенно практически шкалу. То есть там бонус 300 к кровотечениям у обычного оружия, то у этого оружия бонус 500 эффект кровотечения. Ну что, давайте с ней поговорим. М-м-м. М-м. 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 нет к сожалению на рассылку про хороший мир но скорее всего этот мир создавался давным-давно и единственно кто здесь осталось это вот это вот принцесса мир создал ариамис в конце концов если она вас убивает она вам такой диалог как бы зачитаю я говорил что единственный босс который какие-то дает диалоги на разговаривала с вами примечательно то что она становится невидимой и в невидимости ходит атакует вас также принципе она дышит такой волшебной пылью который тоже наносит дэмэдж но когда она ходит по снегу на снег оставлять виде следы хоть они исчезают но вершине следы очень огромные вот я не такую атаку не примечательно тоже на средней дистанции соприкожим вот это колонна то вы будете садить вот здесь по вам она атака своей попадет у нее достаточно широкие размахи но со спины и можно с легкостью атаковать то есть тут все понятно тут я думаю нужно отрубить их хвостик точнее по концу хвоста попасть везде он не получает вы видите да в принципе вот это такая пыль магическая она тоже наносит дымочку туман красиво прям фея волшебная мы получили два человека с душу и 30 тысяч душ вот очень красиво да зверично я думаю корона желтого кожу так тут все понятно принципе да я сейчас я наверно завязаю здесь человечность личная человечность мне не помешает восстановлю полностью здоровье ну в принципе что я пойду заберу остаток душ потому что мне сейчас душ очень будут нужны я сюда можно выбираться не вижу дальше что что-то меня бы тут задерживали что-то мне тут нужно было в этой локации очень интересно такое наверное битва с этим боссом как вы заметите для меня сложности вообще никакой не было убить этого босса все его что я знаю даже видите с невидимкой можно посражаться ой господи я думал все за мной уже летят эти подлые твари я же думал вроде как бы с ними расправился и вновь нужно расправляться и вот 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДУША ОТВАЖНОГО ВОИНА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, здесь где там крысы, ну, за крыс мы еще прогуляемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В принципе, есть пара вариантов, вообще, добраться до этих крыс. То есть, спрыгнуть вон оттуда, да, в принципе, либо вот отсюда можно спрыгнуть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но урона мы, смотрите, их получим чуть больше, чем обычно. То есть, и нужно это тоже прекрасно понимать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Возьму, значит, здесь большой сетерул блок Найта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, в принципе, щит. скину эту палочку или посох и поставлю два других кольца, кольцо злого глаза поглощает здоровье павших врагов и кольцо с золотым змеем чтобы возможно можно было дропнуть с этих крыс какой-либо передмета то есть человечность аккуратно спрыгиваем забираем со счастьем здоровья крыса тут сдохла берем человечность очередная засада с этой крысой тоже выносим, ничего не дропается стол помешал, вот блин еще одна человечность замечательная белый пушистый ты смотри, я не белый пушистый три человечности отлично, у нас трех крыс человечности нормально дропнули теперь в принципе уже кольцо можно поставить на скорость передвижения тут что, можно сказать, нужно быть таким быстрым быстрым то есть, когда мы разогоняемся видите, там бочки нужно туда прыгнуть нужно еще грамотно туда прыгнуть вот иначе вы пролетите мимо золотая монета в принципе зачем-то тут нужно и лазить за этой золотой монетой ну, может за человечностью из крыс если обратно же вам прокнет ну, если вам не дропнется да, ничего тут, конечно, уже печально ну, тут спускаемся здесь аккуратненько и бегим дальше уже на выход из этой локации и специально так сделано, чтобы вы везде как бы падали, блин где только можно и туда, куда только не нужно можно было спрыгнуть но я не знаю сколько у меня здоровье-то заберется при падении с этой лестнице или мостика ну так ну, в которой находится да, можно тут чтобы спрыгнуть и тут укоротить путь тут тайная ныкуха есть еще душа отважного воина ну, мобов нету потому что их всех перебил чё, блин ой, еще и падают твари падают, падают падают твари и как мобы надо мной окружат ну, как всегда очередной бред от меня чё тут поделаешь так чтоб безопасно потом выбраться в следующую локацию я поставлю кольцо на так называемое бесшумие где это кольцо бесшумие кольцо с древнейшим драконом по поводу притер без винила и не в Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, дамы и господа, на этом я закончу... Всем спасибо за ваши просмотры... Подписывайтесь тем, кому действительно интересно... Тем самым вы меня продвигаете... И всем... До скорого!